Ну, может, то, что там странно, но неужели вы не помните, как она догорала? А я вот помню, потому что вы тогда появились. Ну, хорошо. А как вы себя чувствуете? Хорошо. Спасибо. Хотя я очень устаю. Вот и сейчас я устала. А вы прилягте. Господи, да что вы такое говорите? Нет, ну, вы прилягте, отдохните. Да не буду я лежать. Я посижу и я сидя отдыхаю. А как вы провели эти два дня? А почему вы спросили по мне что-нибудь заметное? Нет. Впрочем, я не знаю, а что должно быть заметно? Я очень много думал, впрочем, ну, не больше, чем всегда, но все об одном и том же. Это так утомительно. Ну, этого напрасно. И так устаешь в этом круговороте. Александра. Вы пугаете меня этим именем. Простите, а вы не хотите узнать, о чем я думал эти два дня? Почему не хочу? Хочу, конечно, но если это только прилично. Я думал, что было бы правильно и хорошо, если бы мы поженились. Ну, почему вы молчите? Нет, я понимаю, я некрасив, вернее, лицо у меня неприятное. У вас совсем неплохое лицо. И сложен я неатлетически. Ну, почему? Ну, все это так, Александра. Извините, я могу продолжать? Продолжайте, конечно. Только не дрожите, а то меня это очень утомляет. Я понимаю, что мы знакомы всего 10 дней, но с тех самых пор, как я увидел вас на именах у Бетхудова, я же совершенно потерял свое лицо. Я лишился индивидуальности. Я говорю и думаю только о вас. Вы, как сикстинская капелла, у вас миллионы оттенков, я понимаю, я мало зарабатываю. Но я буду зарабатывать больше, я прославлюсь, я вам потом скажу на чем. Ну, никто никогда не будет любить вас так, как я. Будете моей женой. Я вам прямо скажу, Павлик, вы мне тоже понравились на именинах у Бетхудова. И когда вы пригласили меня на прощальный варс, я даже покраснела. Мне это было приятно, и я тоже думала о вас все эти 10 дней, хотя в этом бешеном ритме жизни о многом забываешь. Все это так, но я не знаю, что вам ответить. Я сейчас не совсем подготовлена. Я вас прошу, ну, не отказывайте мне категорически. Категорически я и не отказываю. Я вас прошу, ну, скажите, что вы скорее согласны, чем не согласны. Да, Павлик, я скорее согласна. Прощайте. Я приду ровно через два дня. Может быть, это и смешно звучит, но я люблю вас так, как никто никогда никого не любил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok